Добрый день! Меня зовут Макс Коблинский. Мы с вами сегодня разберем урок, как написать виноград мастихином, быстро, качественно и очень просто. Я подготовил холст, фон, красновато-синеватый фон и на нем мы будем писать виноград. Для того, чтобы написать виноград, нам сначала нужно просто наметить шарики этой виноградинки, которые мы с вами будем писать. Не нужно прописывать все шарики. Несколько шариков, которые будут выполнять у нас важную функцию, важную роль, будут говорить, что это все-таки виноград у нас на столе лежит. Мастихином чуть-чуть себе намечаем. Можно взять любую палочку и как карандашиком начертить несколько шариков. Теперь, когда у нас эти шарики начерчены, нужно придать им законченный лаконичный вид. Значит, мы рисуем с вами красный виноград. Значит, у нас виноград должен быть красноватым. И эти шарики, которые мы с вами выделили, мы аккуратненько заполняем красноватым цветом. Это смесь красного плюс коричневого. Делаем все гораздо темнее, чем есть на самом деле. Таким, играющимися движениями, балующимися. Заполняем, как бы, наминаем сюда эти виноградные сгустки. И несколько шариков, так, чтобы они были немножко удалены от общей кучки. Вот такие вот шарики. Теперь выбираем себе точку освещения. Значит, желательно при нашем положении фона, что точка освещения, свет у нас попадает отсюда. Несколько слов о том, как свет проникает через полупрозрачные предметы. Здесь наверху он оставляет точка входа. И точка входа не есть самая яркая. Мы ставим таким синеватым цветом вот эту вот точку входа. По окружности, по кругу шарика. Шарик круглый предмет, поэтому вот шарик круглый предмет, попадает свет сверху. И с этой стороны, такие седые, голубоватые, красноватые, но не белые точки входа. Тоже балуюсь, балуюсь, наносим. Кисточку не вытираем. Она краску отдает холсту. И самые светлые части у нас получаются сверху освещенные. И по мере того, как мы опускаемся вниз по холсту, у нас на кисточке становится краски все меньше и меньше. Поэтому она, он теряет, шарики эти теряют свой цвет и становятся более естественными. И вот так вот по всем, по всем, по всем, по всем, по всем шарикам. Вытираем кисточку. Свет прошел через предмет, который наполнен влагой, и вышел с этой стороны. Вот отсюда вышел. Поэтому эта сторона у нас будет намного светлее. Берем смесь двух красных, ярко-красного краплака и розового. Немножко добавляем сюда белил. И в итоге немножко оранжево подсветляем. И вместо выхода начинаем делать более ярким. Тоже играючи-сиграючи-сиграючи. Смотрите, если какие-то красивые сгустки остаются, краски, обязательно их оставляйте. Это, как ни странно, рисование вот таких предметов, оно очень простое, но почему-то вызывает массу-массу вопросов. Вы сейчас посмотрите, как легко это все делается. Возьмете на вооружение и любые предметы полупрозрачного состояния будете на ура писать. Те шарики винограда, которые стоят немножко в стороне, мы берем оранжевый плюс желтый плюс белый и делаем еще ярче. Так устроено человеческое внимание, что оно готово дорисовать себе в своем воображении все, чего не хватает на картинке. И вы пользуетесь этими моментами и не даете шанса зрителю, то есть оставляете шанс зрителю дорисовать все, что он хочет увидеть на этой картинке сам. Не нужно делать очень много ярких моментов, достаточно нескольких шариков, которые более ярко выражены. Для усиления сияния мы берем мастихин, перемешиваем краску и добавляем очень яркой краски, поправляя себя пальцем в те места, которые мы считаем наиболее освещенными. Что теперь нам осталось? Как же нам быть с точкой входа, куда свет вошел? Да, там появляется совершенно яркий блик. Блик не может занимать много места. Это смесь белого плюс голубого. Много места он не может занимать, а самое яркое место в его самом ярком входе. Именно в том месте, куда вошел луч света. Тоже, значит, смотрите, если вы набросали слишком много вот этих бликов, чтобы не было похоже на такую шахматную партию, некоторые из них можно убрать. Немножко прибрать. Для усиления эффекта снизу вот этот яркий свет мы подобьем еще более темным цветом. Это смесь коричневый-красный. И еще добавляем сюда немножко синего. Синий даст более контрастный, более контрастный такой темный цвет. Мало того, синий в глубине оставит свою синеву. Она будет там сиять синим цветом, не будет черная, а будет достаточно такая. Радовать глаз будет. И у нас появляется глубина цвета. Что нам теперь осталось? Осталось веточку. Значит, создать этот виноград на веточке. Веточка у нас обычного винограда зеленого цвета. Это смесь синего плюс желтого. Можем для плотности немножко добавить сюда белого цвета. И несколькими движениями добавить сюда веточку. Можно бы сказать, что у нас законченная картина. Да нет. Если мы выделим передний план, у нас станет еще гораздо все ярче. Передний план должен быть достаточно нейтральным. Мы берем сиену белила и немного оранжевого цвета. И направляем солнечный свет, который упал на стол. Можно немножко ухолоднить. этот свет для того, чтобы этот яркий не сильно на себя отнимало внимание. И еще поддержать это складками, освещенными скатерти. Скатерть направлена вниз своими плоскостями. Если это сложно сделать мастихином, переходим на кисть и добавляем недостающие элементы кисточкой. И в итоге все заканчиваем красивыми окончательными мазками. Если вам показалось и этого мало, вы можете выделить виноград по контуру немножко более ярким светом. Вы можете взять или кисточку, как я, или поклонники мастихина могут это сделать мастихином. я надеюсь, что принцип написания винограда вам ясен. вы не можете со мной не согласиться, что это быстро, просто. Я надеюсь, еще и понятно. Значит, посещайте наши мастер-классы и вы будете знать, что живопись это очень просто. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok